Первичная заболеваемость ожирением в России в прошлом году выросла почти на 11%. Об этом говорится в отчете Минздрава. Эту тенденцию ведомство называет крайне неблагоприятной. Она превысила предельно установленный проектом показатель 8,7%. В Минздраве в очередной раз напомнили, что ожирение является фактором риска развития множества грозных заболеваний. Количество россиян с ожирением растет каждый год и уже достигло пиковых значений. Это около 28 миллионов человек. Если ситуация не изменится, к 2030 году в группу риска войдет в полтора раза больше людей. Тот факт, что ожирение переросло в глобальную проблему, ВОЗ признала еще в 1997 году. С этого времени врачи ведут интенсивную просветительскую кампанию. Однако с каждым годом ситуация становится только более утручающей. Отдельную тревогу вызывает стремительное распространение ожирения среди детей и подростков. По данным Минздрава, за последние 20 лет в России школьников с ожирением стало в 6 раз больше. По данным Росстата, средний индекс массы тела у подростков прибавляет 1-2% каждый год. В Хабаровском крае за прошлый год количество зарегистрированных случаев ожирения среди подростков увеличилось вдвое. А среди детей до 14 лет на 20%. По нормам ВОЗ ожирение выявляют с помощью индекса массы тела. Для расчета вес в килограммах делят на рост в метрах, возведенных квадрат. На экранах сейчас формула, но вам даже ничего можно не запоминать, не вычислять. В интернете масса онлайн-калькуляторов. ИМТ нужно просто вести свой рост. Вес нормой считается отметка от 18,5 до 25. Выше уже избыточный вес. А ИМТ более 30 – это уже ожирение. По подсчетам РИА Новости, сделанным на основе данных Росстата в России, проблемы с лишним весом и ожирением испытывают 62% взрослого населения. Если вы входите в это число, не надо закрывать глаза на проблему. Лучше честно признать ее наличие и начать решать. Давайте обсудим как. У нас в гостях Ольга Ушакова, доктор медицинских наук, главный эндокринолог Хабаровского окрая. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот вроде бы столько новостей, такая просветительская работа. Все многие слышали хотя бы о проблеме. Почему человечество продолжает набирать вес? Ну, несмотря на то, что имеется очень много действительно информации о правильном питании, о физической активности, но мы с вами понимаем, что к этому надо прилагать еще свои собственные усилия. И поэтому вот, когда делают даже опрос по физической активности, мы реально понимаем о том, что, ну, вся физическая активность больше складывается дорога от квартиры до автомобиля. И даже сегодня электросамокаты, ну, это, коллеги, согласитесь, это не спортивный вид, в общем-то, да, передвижения, потому что, ну, вот ты встал и поехал. Тебе даже ногой не надо отталкиваться для того, чтобы хотя бы хоть чуть-чуть мышцы начинали работать. Это к вопросу, почему среди непотросков, да, мы кого больше видим на этих электросамокатах. Поэтому это первый момент. Я сейчас не беру те заболевания, которые могут приводить к ожирению. Мы говорим, то есть, про тот образ жизни, который, в общем, мы всегда обсуждаем. Кстати, вот вчера был как раз городской форум, четвертый городской форум по здоровому образу жизни. Второй момент здесь очень важный, это вот то, что низкая физическая активность, плюс еще такой вот момент, стрессовая ситуация. То есть мы очень плавно перешли, вот перенесли ковидную вот эту вот ситуацию, да, мы сейчас перешли, ну, все-таки тоже не очень благоприятную политическую ситуацию. Это стресс. И, как правило, стресс тоже психоэмоциональное состояние, люди заедают, да, то есть это тоже не приводит, ну, вот, к стройности и к здоровому образу такому жизни. Это вот такие моменты, на которые надо обращать внимание. Плюс мы очень много с вами говорили, один из компонентов здорового образа жизни является все-таки сон. Но, к сожалению, никто из нас похвастаться о том, что мы спим 7-8 часов, не может. А ведь во сне мы тоже худеем. Худеем, да. А если, ну, говорим мы о заболеваниях, вот как заболевания, об ожирении, это действительно заболевание? И, то есть, можно ли подразделить ожирение на какие-то группы? Одно, например, гормональное, другое, вот, потому что, ну, попросту наел или какие-то еще виды? Нет, ну, когда мы говорим о ожирении, то, конечно, человека полностью нужно будет, да, обследовать. Мало того, что нужно выяснить причину самого ожирения, нужно еще и понять, какие уже у него сопутствующие заболевания, связанные с ожирением, ассоциированные с ожирением, уже имеются. Поэтому, конечно, то, что при обследовании наблюдается там нарушение гормональной, заболевание головного мозга, это сразу отсекается, потому что здесь нужно лечить основное, да, заболевание, которое спровоцировало развитие ожирения. Если это все-таки связано как с лидными, такими поведенческими привычками, то здесь включается работа, в том числе, эндокринолога, терапевта, диетолога и так далее. То есть, это комплексный такой должен быть подход. Вот. И вот сказать, ну, какая, где имеется такая вот опасность, понимаете, даже при первой степени ожирения, то есть это индекс массы тела, когда мы говорим до 35, да, то есть это уже, все равно оно является фактором риска для развития других. И поэтому говорить о том, что оно безопасное, абсолютно не приходится. Конечно, мы здесь можем корректировать больше питания, мы можем корректировать физическую активность, мотивацию и так далее. Вот при остальных степенях, да, ожирения, конечно, мы здесь подключаем уже еще и лекарственные препараты, и третья степень ожирения, там еще и хирургическое лечение. А вот, кстати, вот индекс массы тела, это вот такой универсальный, да, метод расчета и оценки своего, состояния своего тела? Ну, в принципе, мы его используем для определения степени ожирения. Но на самом деле, понимаете, вот есть люди, которые очень усиленно занимаются физической активностью, спортсмены, которые наращивают мышечную массу, и у них тоже может быть индекс массы тела достаточно высокий. Может быть и худощавый человек, но при этом индекс массы тела у него нормальный, но мы понимаем, что за счет потери мышечной массы, но нарастание более жирной массы, то есть как бы жира, индекс массы тела нормальный, но при этом соотношение вот между мышечной тканью и жировой тканью, ну, оно несопоставимо. Поэтому здесь должны быть дополнительные исследования, и в частности, если мы говорим по ожирению, то мы в большей степени идем на измерение окружности талии. Для женщины это должно быть до 80 сантиметров, у мужчины это не больше 94 сантиметров, потому что дальше, ну, это уже идет, мы как раз того, что опасаемся, нам важен не подкожно-жировой жир, да, больше, а мы больше беспокоимся за висцеральный жир, потому что внутренние органы, они как в панцире находятся, и не могут нормально, правильно функционировать. Поэтому отсюда, да, дополнительно сопутствующие заболевания развиваются. Второй еще момент, который мы можем использовать, это специально, то есть измеряем толщину подкожно-жировой клетчатки. Есть специальное исследование, его приводят с помощью прибора, который позволяет оценить количество, объем мышечной ткани и жировой ткани. А вот умные весы есть, которые мы имеем? Вот умные весы, да, это нет, почему? Они как раз и показывают, вот какое имеется соотношение жировой ткани, какое соотношение имеется мышечной ткани, костной ткани, то есть, ну, вот как раз то, о чем мы говорим. Конечно же, мышечная ткань должна быть больше, чем жировой ткани в соотношении. А когда вот лишний вес перестает быть вопросом эстетики, а вот становится прям уже угрозой для здоровья, в чем эта угроза заключается? Угроза заключается в том, что как раз вот, о чем я начала говорить, да, вестеральное вот это вот ожирение, вестеральный жир, когда органы, внутренние органы находятся в панцире, и в первую очередь, конечно, в таком жировом панцире может находиться сердце, да, основной такой орган, который отвечает за нашу с вами жизнедеятельность. Ну, конечно, органы брюшной полости тоже они находятся, поэтому они не могут функционировать так, как бы это должно быть, да, для нормального обеспечения нашей с вами жизнедеятельности. Поэтому вот сложно сказать, кому-то это будет и первая степень опасно, да, для кого-то это будет вторая степень. Но мы, конечно, считаем третья степень ожирения, то есть как мы его еще называем, морбитное ожирение, оно уже является не эстетичным таким, а это уже действительно заболевание, которому требуется, в том числе и хирургическое лечение. Но если все-таки вот по МТ перевес небольшой, нет такого прямо ожирения-ожирения, нет серьезных проблем со здоровьем, то может ли человек сам работать со всем этим, сможет ли он сам исправиться? Если да, то что нужно делать, какой образ жизни вести? Я все-таки предлагаю сходить либо в центр здоровья, либо обратиться к своим лечащим и врачу, потому что в любом случае нужно провести дообследование, чтобы понять, что нет никаких осложнений. И с другой стороны, понимаете, у нас очень много информации в социальных сетях о том, как правильное питание, физическая активность. Но вот специально если посмотреть туда, что предлагается, но это очень для себя даже пересмотреть свое поведение, чтобы начать именно так, как там рекомендуют, это очень сложно. А врачи обучены, они знают, как правильно рассказать. То есть, вот понимаете, когда я смотрела первую информацию, которая мне попалась, она идет на расчет калорий. Ну, утомительно, правда же? Никто из этого не будет. Дальше потом идет какой-то определенный набор продуктов, которые ты можешь есть. А у тебя возникают вопросы. А это? А это? Вот поэтому с каждым, в принципе, ну, не в принципе, вот с каждым, ну, будем так говорить, кто обратился по поводу своего избыточной массы тела, все равно идет индивидуальное профилактическое консультирование. То есть идет под его образ жизни. Потому что, ну, у кого-то это больше вечерняя, да, работа, ночная работа. Здесь будет другое, ну, совершенно другие будут рекомендации. Днем он приходит спеть, ночью там у него больше работы. У кого-то посменная работа, у кого-то, вот, как у вас, допустим, очень рано начинается, да, и поэтому другие будут рекомендации. Поэтому лучше все-таки обратиться к специалисту, а не читать то, что в соцсетях предлагается. А вот как раз по поводу специалистов. Работает ли наша система здравоохранения с проблемами ожирения? Можно ли помощь получать по ОМС, например, в поликлиниках? Либо нужно обращаться в какие-то другие специализированные места? В Центре Здоровья, Центр, Краевой Центр Здоровья. В Центре Здоровья у нас работают по программе обязательного медицинского страхования. Уточним, бесплатно получается. Да, бесплатно. И все специалисты, которые занимаются этим проблемами, тоже работают в системе обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Это и терапевты, это и эндокринологи, да, это и диетологи. И психотерапевты, которым иногда нужно, в общем-то, да, чтобы поменять что-то в своей жизни, нужно поработать и психотерапевту. И последний вопрос, я прошу прощения, я задам обязательно. Вот слово диетолог, я прошу прощения, у представителей профессии, но в последнее время чуть ли не ругательным стало, потому что развелось их очень много, как и там фторологов, там и кого-то кого угодно. И вот они без образования, там, в социальных сетях советы раздают, там, каким образом, и вот всем одно и то же. Подходит ли одному человеку совет, данный другому человеку, или все индивидуально, и вот только к специалистам с медицинским образованием? Все-таки лучше к специалистам с медицинским образованием, потому что, еще раз говорю, каждый из вас индивидуальный, каждый только врач может оценить ваше состояние, ваш режим работы, и что правильнее сделать. А лучше еще идти к специалисту пешком, по возможности меньше пользоваться различным транспортом. Больше двигайтесь, следите за тем, что у вас в тарелке, и будьте здоровы. Будьте здоровы. У нас в гостях была Ольга Ушакова, доктор медицинских наук, главный эндокринолог Хабаровского края.